Всем привет! Сегодня я покажу подборку из 50 товаров для автомобиля. Я решил собрать самые интересные и полезные товары из прошлых подборок и объединить в один ролик. А в конце не забудьте поучаствовать в конкурсе с денежным призом. Освежитель воздуха в виде крутящейся турбины. Поставляется в красивой стальной упаковке. Так что такой освежитель точно не стыдно будет подарить кому-то. В комплект входит сам освежитель, крепление и ароматический стержень. В корпус освежителя вставляется стержень. Держатель фиксирует освежитель на решетке воздуховода. Процесс установки очень простой. Скорость вращения турбины освежителя зависит от силы обдува. Ароматический стержень, идущий в комплекте, имеет приятный, нежный, ненавязчивый аромат. Освежитель многоразовый, то есть меняете сам стержень на новый и дальше используете. Цена 454 рубля. Покупок более 300. Матрас в автомобиль. Подойдет для долгой поездки, чтобы переночевать. Взрослому на нем будет не супер комфортно, так как ноги полностью не выпрямить. Разве что если открыть окна и высунуть ноги. А вот для ребенка это просто идеальнейший вариант. Этот матрас надувной, он состоит из верхней части и части, которая помещается между передними сидениями. То есть получается у вас ровная поверхность, что очень удобно. На нем легко может поместиться два человека. Есть разные цвета на выбор, цена зависит от комплектации. Обычная 2896 рублей, а с электрическим насосом от прикуривателя на 100 рублей дороже. Защитный чехол для багажника машины. Он поможет сохранить ваш багажник в чистоте при перевозке чего-либо. Так что если что-то рассыпется или разольется, то можно не париться. Обивка не запачкается. На обратной стороне есть липучки, которыми фиксируется к обивке багажника, чтобы не скользило. Сделан из плотного полиэтилена, чем-то напоминает мешок из-под сахара, но гораздо плотнее. Продается в черном цвете, цена 963 рубля. Покупок более 200. Пенная насадка для Керхер К1К7. В комплекте идет запасная сердцевинка. На бутылку нанесена шкала давления литража от 100 и до 900 миллилитров. Силиконовая трубка, по которой идет подача моющего средства, из бутылки снабжена сеточкой. Сверху на пеннике есть регулятор подачи воздуха. Повороты распылителя позволяют регулировать ширину струи и, соответственно, напор пены. Пена после нанесения держится минут 5. Цена 1124 рубля. Покупок более 6000. Комплект для маскировки или же заклеивания трещин и сколов на стекле. Подходит для мелких сколов, но в большинстве случаев все-таки будет немного видно. Но все равно симпатичный будет и трещины не поползут. Нужно очистить скол от загрязнения острым предметом. Обезжирить, наклеить наклейку, а сверху насадку. Дальше внутрь насадки заливаем полимер. С помощью шприца делаем вакуум и оставляем на 15 минут. Далее по истечению времени снимаем наклейку, очищаем остатки. И теперь наливаем полимер на подготовленную поверхность. И накрываем все это пленкой. Ждать нужно от 30 минут и больше. Зависит от погоды. Если очень солнечно и тепло, то 30 минут. Но если попрохладнее, то, конечно, намного дольше. Способ эффективный, маскирует хорошо и предотвращает расхождение трещины. Цена 380 рублей, а покупок более 200. Гениальная штука кармашек для хранения чего-либо. Сам карман прямоугольной формы с жестким каркасом. Как вы поняли, помещается данный карман между сидениями и тоннелем автомобиля. Качество отличное, можно положить туда телефон, зарядку и так далее. Есть три цвета, черный, коричневый и бежевый. Цена 408 рублей. Шумоизоляция для капота на клейкой основе. Ее размер 140 на 100 сантиметров. Толщина 0,5 сантиметра. Выдерживает температуру от минус 40 и до 107 градусов. Цена 996 рублей, а покупок более 500. Универсальная кнопка зажигания вместо ключа. Есть подсветка, кнопка выполнена качественно. Судя по отзывам, работает годами и не ломается. Может работать вместе с вашей сигнализацией. Естественно, это не просто кнопка. Есть также иммобилайзер, который не запустит мотор без специальной метки. Устанавливается довольно просто. В общем, после разблокировки кнопки у вас есть два режима. Это просто ее нажать, включится питание, там чтобы работали, например, стеклоподъемники. А вот если ее нажать с зажатой педалью тормоза, то тогда запустится двигатель. Но тут тоже не все так просто. Если нажать на кнопку с зажатой педалью тормоза, то стартер будет крутить 0,8 секунд для запуска двигателя в теплую погоду. А длительное нажатие кнопки с зажатой педалью тормоза означает, что стартер будет крутить, пока не отпустите кнопку. Это нужно в прохладную погоду, когда машина заводится немного хуже. Данная кнопка отлично работает с автозапуском двигателя с помощью брелка сигнализации. Цена 1338 рублей, покупок более 150. Маркер для колес автомобиля. С помощью него можно выделить маркировку на вашей резине. Будет как на гоночных автомобилях. Надписи держатся долго и хорошо. Перед использованием средства шину чистят от пыли и жира. Маркер для колес предварительно встряхивают, после чего выдавливают из наконечника чернила. Выдавливая важно не трусить маркер, потому что чернила может пролиться. Объем содержимого одного маркера 40 мл. И этого достаточно, чтобы расписать две обычные покрышки. Цена 45 рублей, а покупок более 15 тысяч. Номерные таблички, они крепятся присосками на лобовое стекло. На них вы указываете свой номер телефона. Если вы где-то не так припарковались, кого-то заблокировали и так далее, то вам всегда смогут позвонить и попросить убрать машину. Цена такой таблички 30 рублей. Покупок более 4 тысяч. Однодиновая магнитола с выдвижным экраном. Также встроен блютус и есть возможность подключения телефона и функции разговора по громкой связи. Можно слушать музыку, радио, смотреть фильмы и так далее. Экран сенсорный, в общем вариант весьма хороший. Цена 4000 рублей. Алюминиевая ручка КПП. Ставится вместо штатной, на ней изображены передачи. Задняя находится справа. Так что если у вас задняя влево и наверх, то такая штука вам не подойдет. Точнее подойдет, но маркировка будет просто неверной. Цена 470 рублей, а покупок более 50. Система кругового обзора автомобиля. В комплекте идут 4 камеры, передняя, задняя и 2 боковые. И также бок управления. Крепится все просто, работает тоже отлично. Можно включать как камеры по отдельности, так и вид сверху. Но конечно же нужен экран или двухдиновая магнитола, чтобы выводить изображение. Цена такой системы 16645 рублей. Если с мониторчиком в комплекте, то 19215 рублей. Контроллер автоматического складывания зеркал. При постановке на охрану зеркала складываются. После включения зажигания раскладываются. Можно сделать, чтобы раскладывались при снятии с охраны. Но учтите, что это просто контроллер. Если у вас нет функции складывания зеркал, то и нет самого привода в них. Поэтому данный контроллер вам не поможет. Цена 874 рубля, покупок более 200. Светящийся брелок с логотипом вашего автомобиля. Отлично подойдет на подарок. Подсветку можно выключать и включать. Прикольная штука. Цена 162 рубля, покупок более 800. Дисплей для мониторинга давления шин в автомобиле. Заряжается надсолнечной энергией. Есть возможность регулировки яркости. Можно отслеживать давление и температуру. Есть предупреждение о низком и высоком давлении. Также в комплект входят и сами сенсоры. Они накручиваются на сам ниппель. Цена комплекта 3000 рублей, покупок более 1000. Манометр брелок от смешной фирмы. Его можно прицепить на ключи, меряет точно. Отображает данные на жидкокристаллическом дисплее. Цена 874 рубля. Следующий товар это такая вот кассета. С помощью нее можно подключить к старой аудиосистеме любой плеер, планшет, ноутбук, компьютер, телефон или же смартфон. Достаточно вставить штекер в разъем наушников на плеере и затем вставить кассету в магнитолу. Нажать на нем кнопку плей и потом слушать музыку. Подходит для всех кассетных аудио устройств. Цена 120 рублей, покупок более 600. Многофункциональный держатель в автомобиль. Данная штука вставляется в подстаканник, ну а далее раскладывается. И получается уже несколько держателей для стаканов. Также держатель для телефона, солнцезащитных очков и так далее. Штука удобная, цена 654 рубля. На выбор есть 4 цвета. Портативная переноска с магнитом и крючком. Заряжается от USB. При ремонте автомобиля это очень удобный фонарь. Светит очень ярко. Есть поменьше и побольше. Цена от 460 до 615 рублей. Покупок более 1000. Видеорегистратор зеркала Xiaomi. Это очень популярный и продаваемый товар на Алиэкспресс. Выполнено красиво, строго и минималистично. Корпус выполнен из высококачественного АБС-пластика. Устройство имеет на своем борту 3 камеры. Способные записывать максимально четкие и качественные видео в высоком Full HD разрешении. Основная камера служит в роли видеорегистратора. Записывает видео в высоком разрешении. Способность следить за дорожной разметкой и дистанцией до впереди идущего транспортного средства. Вторая камера записывает все, что происходит в салоне автомобиля. Однако качество записи уже немного хуже и составляет 720p. Третий модуль камеры можно размещать в любой точке автомобиля. Он отлично подойдет в качестве камеры заднего вида для облегчения маневрирования при парковке. Или, например, в качестве заднего видеорегистратора. Разрешение трансляции видео также составляет 480p. За темным зеркальным элементом устройства расположился широкоформатный дисплей с HD разрешением. Работа устройства основана на базе двухъядерного процессора. Цена 6444 рубля. Покупок более 1800. Встраиваемое зарядное устройство с вольтметром. Если у вас есть место, чтобы встроить такую USB-розетку, то это нужно делать. На выходе вы получаете два USB-порта для зарядки вашего смартфона, а также вольтметр. Цена 512 рублей. Покупок более 500. Накладка на подлокотник сделана из кожзама. Есть разные цвета на выбор. Крепится двумя резинками к штатному подлокотнику. Цена такой накладки 514 рублей, а покупок более 500. Комплект фендеров. Данные накладки на арки колес изготовлены из ABS пластика. Инсталируются с помощью клипс или же болтов из строительного фена на авто. Цена комплекта 4446 рублей. Двухдиновая магнитола от Junsan. Работает она на Android 6.0. Процессор 4-ядерный, оперативной памяти 1 ГБ. Экран 7 дюймов с разрешением 1024 на 600 пикселей. Магнитола разработана как универсальное головное устройство, которое обеспечит вас следующими функциями и возможностями. Качественный монитор с высоким разрешением. Видеорегистратор, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth, то есть свободные руки, дополнительный микрофон для телефонных разговоров, GPS-навигация с поддержкой любых карт, OBD2 сканер, камера заднего вида для безопасной парковки и еще большое количество функций. Устройство на базе Android оснащено Bluetooth, благодаря которому можно соединить телефон с магнитолой и пользоваться телефоном по каналу громкой связи. Магнитола сможет воспроизводить аудиозвук через акустическую систему автомобиля, а дополнительный микрофон обеспечит передачу аудио другому абоненту. Вы сможете синхронизировать телефонную книгу, списки звонков и управлять ними прямо с экрана магнитолы. Также это полноценный навигатор с поддержкой любых карт. Например, можно установить Navitel или же другие карты. Все будет работать отлично. С помощью OBD2 адаптера можно получать оперативную информацию о вашем автомобиле, такую как расход топлива, время разгона до 100 км в час, считывание ошибок автомобиля, проводить некоторые настройки автомобиля и так далее. Цена 11042 рубля. Покупок более 150. Гибкие светодиодные ДХО. Есть белый, желтый, красный, зеленый и другие цвета. Но не в каждую фару его можно будет аккуратно разместить. Так что нужно брать это во внимание. Цена зависит от размеров. Есть ДХО от 30 и до 85 см. Цена от 556 и до 1276 рублей. Покупок более 250. Датчик уровня топлива. С регулятором регулировать лучше на пустом баке. Залить 10-15 литров и выставить на минималку. Два деления желтые и красные. Данный датчик смотрится весьма симпатично. Цена 520 рублей. А покупок более 200. Инвертор 220 вольт с прикуривателем и USB в подстаканник. На самом прикуривателе есть тумблер включения и выключения. Так что каждый раз дергать не нужно. Данный инвертор вставляется в подстаканник. На выходе мы получаем еще два прикуривателя, два USB порта и универсальную розетку. Цена такого устройства 1540 рублей. Органайзер для охоты. Оружие возить с ним гораздо комфортней. Органайзер сделан довольно качественно. Его цена 1031 рубль. Подсветка просвета багажника с бегущими поворотниками. Комплект для установки в зазор крышки багажника и заднего бампера. Длина ленты 120 и 150 сантиметров. Проводка позволяет отдельно подключить каждую функцию и использовать нужные режимы. Основа ленты имеет клеевое покрытие, позволяющее установить ленту своими руками. В комплекте световая лента в эластичной силиконовой оболочке белого цвета. Блок управления режимами и проводка для подключения. Режимы работы это бегущие указатели поворотов, аварийный сигнал, стоп-сигнал, он светит красного света, задний ход бело-голубой цвет. Цена от 1160 до 1311 рублей. ДХО с функцией бегущих поворотников. Данное ДХО можно разрезать под любую длину, чтобы подогнать под вашу фару. Черный провод это минус, красный это белый свет и желтый это режим поворотника. Цена 1511 рублей, а покупок более 700. Монитор для камеры заднего вида. Пятидюймовые разрешение 800 на 480 пикселей. Крепится с помощью присоски на лобовое стекло или же на торпеду с помощью подставки. Цена 1570 рублей, а покупок более 800. Антискользящие коврики с логотипом автомобиля. На них ваш смартфон не будет скользить при движении автомобиля. Также другие предметы тоже скользить не будут. Цена 300 рублей, а покупок более 1000. Портативный жидкокристаллический цифровой термометр. Крепится он с помощью присоски, работает от батарейки. Вам не придется всматриваться в деление, пытаясь точно определить температуру. Термометр выводит числа на цифровой экран. Показывает их максимально четко. Устройство из прозрачного пластика отлично смотрится. Цена 173 рубля, покупок более 100. Удлинитель прикуривателя. Длина 3,6 метра. Может работать при напряжении 12,24 вольта. Провод медный, цена 558 рублей. Покупок более 50. Скрытые ниппеля. Смотрятся они куда круче, установка простая. Их практически не видно. Конечно, в них есть один небольшой недостаток. Чтобы подкачать колеса, нужно накручивать специальный адаптер. Поэтому его нужно не потерять и возить с собой. Но я думаю, положить его в багажник с запаской будет достаточно, чтобы не потерять. Цена 578 рублей, покупок более 200. Автомобильное зарядное устройство с поддержкой Quick Charge 3.0. Внешняя зарядка выглядит отлично. Сборка качественная. На лицевой панели находятся два USB порта. Один из которых заявлен как поддерживающий Quick Charge 3.0. И дисплей, который отображает в состоянии простое напряжение бортовой сети. А при подключении устройств показывает потребление этих самых устройств. Цена 540 рублей. Довольно удобный Bluetooth адаптер для магнитолы. Питается от USB, а в комплекте идет зарядное устройство для прикуривателя. Есть модуль NFC, чтобы не залезать в настройки Bluetooth и не подключать вручную. Просто подносим телефон к устройству. Есть также встроенный микрофон, кнопка приема звонка, кнопки переключения треков и громкости. Подложка магнитная, провод 2 метра. В общем, подключаем к магнитоле через AUX, наслаждаемся музыкой и разговорами по громкой связи. Цена 834 рубля, покупок более 500. Преобразователь с 12 вольт на 220 вольт, с двумя USB портами. Номинальная мощность 300 ватт. Подключить ноутбук или какой-то гаджет можно спокойно. Конечно, электрочайник не получится. Цена 2300 рублей, а покупок более 100. Чехлы для разных моделей сигнализации и ключей автомобиля. Есть резиновые, есть кожаные. Выбор очень большой. Цены, конечно, тоже отличаются. Ссылки на все варианты я оставлю в описании. Малогабаритный видеорегистратор DDPI Mini. Разрешение у такой камеры 1920 на 1080 пикселей, то есть Full HD. Записывает видео в формате AVI и MPEG-4. Большим плюсом является подключение к смартфону по Wi-Fi. Поэтому с приложением вы сможете сохранять записанные видео на облако, делать фотографии и самостоятельно следить за происходящим через экран телефона. Конечно же есть встроенный аккумулятор. Угол обзора в 140 градусов запишет происходящее на дороге, как вы ведете авто через лобовое стекло. Поддерживает внешнюю память до 128 гигабайт. При этом карта памяти должна быть не ниже 10 класса по скорости. Сам видеорегистратор в некоторых машинах можно прицепить за зеркало заднего вида, чтобы он не мешал ни вам, ни пассажирам. Цена при различной комплектации от 4130 рублей и до 7815 рублей и более 300 продаж. Автомобильный антирадар G700 STR. Он сигнализирует водителю о приближении к радару на расстоянии до 800 метров. Сигнализация голосовая, громкость очень хорошая. Русский язык присутствует в озвучке, так что предупреждения будут вам понятны. Антирадар по размеру напоминает пачку сигарет и стоит всего 2760 рублей при более 1000 продаж. При помощи адаптера ELM327ICAR2 можно считывать и стирать коды неисправностей, а также получать данные в режиме реального времени. В настоящее время адаптер является одним из самых современных и универсальных инструментов для проведения самостоятельной диагностики автомобиля. Адаптер передает данные с электронного блока управления автомобилем по Bluetooth, после чего программа обрабатывает данные и отображает их на дисплее мобильного устройства или же компьютера. Данный адаптер может поддерживать работу с такими операционными системами, как iOS, Android и Windows. Важным условием работы является протокол OBD2. С другими адаптерами может не работать. В интернете можно найти тонны бесплатного программного обеспечения к этому адаптеру. Рабочее напряжение 12 вольт, внутренняя защита от коротких замыканий и перенапряжения. Цена 550 рублей и около 1000 продаж. Универсальная водонепроницаемая камера переднего или же заднего вида. Она имеет 4 LED фонаря, так что может применяться и ночью. Камера имеет высокую точность, так как снимает в HD качестве. На LED фонари необходимо питание не менее 12 вольт. В комплекте идет кабель длиной в 6 метров для подключения камеры, а также кабель для питания. Подставки могут быть двух разных видов. Камера очень компактная, легко крепится и вы можете отрегулировать угол съемки. Цена 410 рублей и около 4000 продаж. Сигнальные лампы на боковые зеркала заднего вида. Состоят из 14 светодиодных фонарей, составленных в форме стрелки в необходимую сторону. В наличии 5 разных цветов, работают они на напряжении в 12 вольт. В комплекте соответственно идут парой. Цена варьируется только от выбора цвета, от 60 и до 70 рублей. Более 500 продаж. Своеобразное зарядное устройство от прикуривателя автомобилей или мотоциклов. Врезная панель с двумя USB входами на лицевой части и двумя контактами для подключения к прикуривателю с другой стороны. В устройство также входит вольтметр с дисплеем на передней части. USB выходы имеют разный ампераж, что необходимо учитывать. Также на лицевой части есть герметическая резиновая крышка, которая защитит USB входы от влаги и дождя. Цена 400 рублей и более 2000 продаж. Неплохие светодиодные противотуманки белого свечения. В каждой стоит по 18 светодиодов. Питаются от 12 вольт постоянного тока. Противотуманки водонепроницаемые и пылеударопрочные. А также достаточно легкие в установке. Диаметр 90 мм в фронтальной части. Задняя часть чуть меньше 82,5 мм. Цена 490 рублей и более 400 продаж. Такой складной столик подходит практически к любой марке автомобиля. Сделанный из ABS пластика. Он имеет несколько отделений под стаканы с напитками и прочее. Выдерживает вес до 2,5 кг. Сам весит чуть больше чем 500 грамм. Размер 35 на 21 см. А цена 970 рублей. Обычный брезентовый чехол для багажника автомобиля. Он подойдет для перевозки чего-либо грязного или того, что может рассыпаться по дороге. Размеры 100 на 80 и на 45 см. Водонепроницаемые и легко отстирывается. Цена 930 рублей и более 300 продаж. Сабвуфер со встроенным усилителем. Сверх компактный и достаточно интересный сабвуфер. В первую очередь этот сабв интересен своими размерами и своими возможностями. Диаметр сабва 8 дюймов. Размеры 345 на 250 на 80 мм. Корпус изготовлен из литого алюминия. Максимальная мощность 800 Вт при номинальной мощности в 150 Вт. Чувствительность 90 дБ. На панели управления усилителем, которая выведена на торцевую часть, располагается кнопка включения и выключения. Над ней кнопка смены фазы от 0 до 180 градусов. Также регулятор частоты среза, регулятор бас-буст, регулятор усиления, разъем для подключения проводного пульта, RCA разъем линейного входа, разъем подключения сабвуфера прямо к выходам магнитолы на динамике. А также предохранитель и питание. Весит это чудо 5,8 кг. Цена 13355 рублей. На этом все, а теперь конкурс. Разыграем в этот раз 500 рублей на счет мобильного или же вебмани кошелька. Условия поставить лайк, быть подписанным на канал и написать любой адекватный комментарий под видео. Результаты через неделю в группе ВК и на моем втором ютуб канале. Все ссылки есть в описании.